МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и дальнейшая судьба, действительно, и создание Федерации тоже связана своим мехом. Именно первый комитет Федерации космонавтики, который мы создали в 83-м году, возглавлял заведующий первой кафедрой, как раз Шкварцов Вадим Викторович. И дружба, дружба с космонавтами, работа с энергией, она как раз вот и создала такую, действительно, активную работу. И, конечно, с Георгием Михайловичем Гречко мы очень дружили. Он целых пять лет возглавлял Северо-Западную Федерацию космонавтики. Ну, а сейчас Сергей Крикалев, наш тоже воинмеховец, возглавляет Федерацию космонавтики. Но я хочу сказать о чем еще. Что мы очень рады, что сейчас началась новая действительно волна, вот, всплеска интереса космонавтики. Если в какой-то момент мы уже немножко так остыли, что когда привыкли уже все, и даже стали не замечать, что космос вокруг нас, летает огромное количество спутников, и связи, и все прочее, и навигация, и мы сводим по телефону, и телевидение смотрим, ну, и метеорологические, все это уже, все это космос, уже привычно. А сейчас действительно последний год, я скажу, что действительно очень интерес огромный проявляет и молодежь, и молодежь, и больше того, и школьники. И вот как раз проводя Дни космонавтики в этом году, выступая с космонавтами, с Андреем Борисенко, с Усачевым Юрой, с Павловым Виноградовым в школах, действительно, что видно, что интерес к этому очень растет во многих школах. И мы, я думаю, сейчас должны обязательно, а военмехи стали говорить очень много, и говорят в школах, и, честно говоря, хотят сотрудничать с нами, с нашим вузом, и мы сейчас будем действительно искать эту возможность, полагаясь на помощь студентов, выпускников военмеха, и действительно, чтобы военмех приходили ребята творческие, с интересом, хотели здесь заниматься наукой, техникой, создавать, мечтать и ставить, дорога есть открытая в космос, здесь космонавта, три космонавта наших здесь, у питерских, которые слетали в космос, вот, и, безусловно, конечно, это работать на космическую промышленность, создавать и аппаратуры, и сами ракеты, и пусковые устройства, это все военмех, и поэтому, ребята, я от всей души вас приветствую, что творите и изобретаете, потому что это самая, честно говоря, счастливая вот такая нотка жизни, жизни, когда ты что-то сам делаешь, что-то придумываешь, что-то изобретаешь, вот, это самое счастливое вот для тебя, для человека состояние души, и тогда действительно кажется, что ты живешь, будешь долго жить, и твои труды нужны людям, так что я вас от всей души поздравляю с начала конференции.